Пожар это всегда неожиданно и страшно. А если огнем охвачен подъезд жилого дома, то сразу возникает ощущение безысходности. Ведь подобное возгорание преграждает путь эвакуации жильцов. 10 марта в 14 часов 15 минут на пульт диспетчера пожарно-спажарной части номер 28 поступило сообщение о загорании на квартирам в жилом доме в подъезде по адресу Гаевского, дом 4. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в подъезде на первом этаже горит детская коляска и детские санки. В течение 5 минут горение было полностью ликвидировано. Несмотря на то, что благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных очаг возгорания был локализован, резкий удушающий запах гори мгновенно распространился по всему дому. Очень было много дыма. Дыма была очень задымленность. У меня внучка была с детьми здесь в гостях. Хотели детей выбрасывать на снег через балкон. Здесь вообще темно было, невозможно. В семье, которая живет на первом этаже непосредственно возле очага возгорания, двое детей. Как только в квартиру стал просачиваться дым, семилетняя Аиша предложила родителям вызвать пожарных. Мы собирались уже выйти, но нет. Там мы уже увидели пожарных, пришли. Мой папа вызвал. Это я ему сказала, чтобы он вызвал пожарных. Потом пришли милиционеры. Мама с папой переживали. Они нам надели комбинезоны с братом. Жильцы дома до сих пор не могут прийти в себя. Для семей, в которых есть дети и пожилые люди, это оказалось серьезным потрясением. И все же произошедшее для многих не стало уроком. Зона подъезда и лестничные пролеты по-прежнему заставлены посторонними предметами. Я вообще в шоке, вы понимаете. Я вообще в шоке. Что такое в наше время происходит. У нас все открыто, все разбито, все сгорело. Опять наставили колясок. Ну это что, вот как можно? В результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент ведется доследственная проверка. После чего будет установлена причина возгорания. По предварительным данным, материалы отправят в МВД России по Ленинскому району. Так как с начала года это уже третий подобный случай.